Окунуться в мир отечественной мультипликации, сходить на премьерные театральные постановки или послушать музыку третьего тысячелетия? Чем еще можно заняться на предстоящих выходных, расскажет Анна Игнатенко в рубрике Афиша. На экраны вышел фильм «Красавица и чудовище». Европейская сказка, знакомая многим с детства, получила новую экранизацию, а также возрастную маркировку 16+. Зрители кинолента может заинтересовать хотя бы потому, что роль Белль сыграла Эмма Уотсон. Интересно, что за время съемок для использования в декорациях вырастили и приобрели примерно полторы тысячи роз. А вот на создание желтого бального платья главной героини ушло 12 тысяч часов работы. Художники по костюмам израсходовали на наряд более 50 метров невесомой органзы, 900 метров нитей и 2160 кристаллов в Сваровске. Но любители мультфильмов ждут на 22-й российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера-2017». В субботу на Арт-Чердаке состоятся показы пяти программ фестиваля, рассчитанные на разные возрастные категории от 0 до 12 лет. Отмечу, каждый сможет проголосовать за понравившийся фильм. А 19 марта в Суздале пройдет подведение итогов всероссийского зрительского голосования. А вот у любителей театра настоящий праздник. В Красноярске стартует фестиваль «Театральная весна», который продлится до 27 марта. Мероприятие откроется необычной, уже полюбившейся горожанам акцией. Сегодня пять красноярских храмов искусства. Драматический театр имени Пушкина, театр кукол, музыкальный театр, театр оперы и балета и театр юного зрителя распахнут свои двери для посетителей поздним вечером и будут удивлять гостей до глубокой ночи. В некоторые храмы искусства, например, в Тюз, пустят только по определенному дресс-коду в сказочном костюме. Отмечу, вход на необычный перформанс платный, но символический. Всего 10 рублей за билет. Ханг – это один из самых новых инструментов на планете. Его история насчитывает не более 16 лет. В Красноярске играть на ханге стали в 2014 году. И сейчас эта музыка набирает всю большую популярность, благодаря своему невероятному, завораживающему звучанию. Не забывайте, что выходные – это время, которое нужно проводить с пользой и удовольствием. Ведь именно положительные эмоции дают нам те необходимые жизненные силы, которые помогают справиться с любыми трудностями. Так что планируйте свой досуг правильно и отправляйтесь за новыми впечатлениями. Анна Игнатенко, Валерий Чащин, Седьмой канал.